С 2018 года плачу ипотеку, а сейчас оказывается, что меня выгонят на улицу. Историю у приобретателей небольших коттеджей на окраине деревни Крёхшина в Новой Москве как под копирку. Восемь семей купили жильё у частных застройщиков. Те, в свою очередь, несколько лет назад приобрели землю у бывших членов местного совхоза. Три участка по 15 соток были разделены на 12 более мелких и на каждом построили дом. Большая часть домов и участков действительно были оформлены. Но вот у некоторых застройщиков дела застопорились. Мои четыре дома не хотели ставить на кадастр. Мы ставили эти четыре дома через суд. Просто были приостановки в Росреестре постоянно, без каких-то объективных причин. В итоге дома на продажу, которые построила Марина Нефёдова, зарегистрировали. А вот землю под ними нет. Вскоре владельцы коттеджей и участков получили повестки в суд. Прокуратура считает, что участки в этом месте никому не выделяли и требуют сотки изъять. Постройки снести. Параллельно идёт расследование уголовного дела. О подделке первичных документов на землю. Правда, кем и когда, неизвестно. Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Прокуратура называет свидетельства о собственности фиктивными. Однако экспертиза по этому вопросу не проводилась. И прокуратура не настаивает на её проведении. Местные жители настаивают. Участки, из-за которых разгорелся спор, находятся в границах пяти гектаров, распределённых когда-то между работниками совхоза. Вся процедура при выделении паёв соблюдалась. Я была председателем правкома. Это всё проходило через профсоюзный комитет. Поэтому и общее собрание, и вот эта комиссия, которая работала по распределению, собирала заявления и прочее, прочее, прочее. Всё было соблюдено. Наши эксперты предупреждают. Покупка земельных участков с недавно сформированными границами всегда риск. В таких случаях, когда переход права собственности от государства до какому-то конкретно физическому лицу происходит, допустим, по распоряжению главы администрации. Здесь тоже нужно быть щепетильными и просматривать, чтобы, во-первых, это постановление было в оригинале, а не в какой-то копии. Судебное разбирательство по делу о возможных нарушениях в сфере земельного законодательства эпохи 90-х обещает быть сложным и долгим. Но для владельцев коттеджей это последний шанс отстоять единственное жильё. Денис Восковский